Добрый день! Поговорим о запчастях на бетономешалке, а именно флянцы. Флянцы, упорные тарелки, чем они отличаются, чем они похожи между собой, разновидности. Общие разновидности на 125, 140, 160 и 180 всего три вида флянцев. Отличаются они размерами. Просто взять вот так размер, например на 125 и 140 могут быть. На 140 чуть больше, а на 125 именно идет вот этот размерчик. Это внутренняя упорная тарелка. Она ставится в бетономешалку. Она может быть как сплошная отверстия, так и с отверстия. Это тарелка наружная. Ставится с наружной стороны бака. Она идет сюда с отверстием, так как вал через подшипники выходит. Вот так вот выглядит она. Вот так вот она стоит в бетономешалке. Мы видим вот эту вот часть. Опять про флянцы. Вот 125 бетономешалка с флянцами. Бетономешалка форты. Обычный 125 флянец. Вот так он выглядит на бетономешалке. Ну может быть и оранжевая, и белая. Есть бетономешалка в арк такой же самый. Это вот с отверстием, а внутри там находится тарелка та, которая глухая. 23,5 общий диаметр от одной стороны до другой стороны. Мерите обязательно, чтобы не ошибаться. Подшипники используются на всех флянцах, которые я перечислил. 6,206 они бывают дешевые, китайские, и более дороже. Но они все одинаковые. Обязательно, что еще хочу сказать о подшипниках. Когда ломается упорная тарелка, самый главный фактор это заклинивающий подшипник. Он заклинивает, выбивает посадочное место и из-за этого ломается. Всем спасибо за внимание. До свидания.